приветствую нас друзья на канале даниила и ларисы последний месяц мы путешествовали по юго-восточной азии объехали вьетнам и камбоджию практически целиком и полностью естественно привезли для вас несколько интересных рецептов сегодня будем готовить вьетнамский суп фо с лапшой поп сейчас расскажу о ингредиентах а в конце видео вас ждет небольшое цирковое представление дело в том что мы с ларисой объехали практически всю азию не только юго-восточную а всю азию две страны у нас осталось пока еще которые мы не посетили это малайзия и сингапур всего 1 верно если суммировать все время пребывания в азии наши с ларисой то получится пару лет не на двоих она каждого и вот за все это время я не научился есть палочками хотя в основном в азии всегда едят палочками у меня всегда получается с палочками цирк сегодня вы этот цирк увидите сегодняшний набор продуктов рассчитан на приготовление четырех порций но я сразу скажу что допустим во вьетнаме суп фо едят примерно вот такими вот я не знаю как это назвать маленькими ведерками причем это еще маленькая нам подавали кстати мы сняли несколько видео на нашем туристическом канале можете посмотреть нам подавали суп фо ну побольше мысочка была такая то есть едят а китайцы так там вообще реально у них тарелка как вот это вот кастрюля с супом но это отдельная отдельная тема про китай так вот четыре порции но порции больших то есть рассчитывайте на то что нормальных человеческих порций это как как минимум шесть на мой взгляд и так друзья нам понадобится рисовая лапша назовется на вайс моду продается у нас супермаркетах вот такая вот беленькая хрень правда хрень на самом деле лапша очень вкусная но мы просто к ней не привыкли половина курицы вот так вот мы взяли именно половинку вообще во вьетнаме готовят естественно из целой курицы но мы целую курицу не съедим теперь самое интересное значит для бульона нам понадобится вот это точно знаю цыбулька лучок маленькая головка лука далее джинджер имбирь маленький кусочек лайма вот такой вот корка отжатая то есть мы ее отжали нужна именно корочка соцветия бадьяна веточка корицы ну тут зерлышек 40 наверное кориандра или кинзы и самый главный ингредиент помните как фильме икра заморская баклажанная листики лайма ну на самом деле лариса сделала просто в супермаркете нашла продающиеся лаймы они были с листиками на тырила листиков вот так вот можно сделать они у нас не продаются суп фоба вьетнаме обычно продают кстати во вьетнаме просто обалденные французские булочки вот багеты только они делают не длинные багеты а вот такой вот длины где-то сантиметров 15-20 багетики маленькие так вот в вьетнаме это же была французская колония они там и булочные везде и всякие пироженки делают то есть у них осталось от французской культуры такое глубокое кулинарное наследие так вот суп фоба продают с большим количеством зелени не всю зелень нам удалось найти мы взяли базилик кинзу и цебульку любимую нашими зрителями зеленый лук перышками также луковица обычная репчатая острый перец маленький чесночок и один лаймик в силу того что моя паяльная лампа из гаража уже давно перекочевала к ларисе вот видите она даже не хочет работать из-за того что она перекочевала к ларисе перекочевала к ларисе и стала кулинарной горелкой то я использую ее обжарим имбирь можно это делать просто наколон на вилку кстати лук шалот я сказал что это цыбулька это не цыбулька это лук шалот да так вот можно просто на газу наколоть на вилочку и вот так вот обжарить друзья текстовый рецепт и все ингредиенты естественно вы найдете в описании видео обжаривается для того чтобы ну дала больше аромат я так думаю в любом случае мы смотрели вьетнамцы так делали но действительно корица и бадьян дают сейчас такой потрясающий аромат лариса хватит или сжечь его к чертовой матери не дожидаясь перитонироваться что еще обжаривать ну вот да я тоже думаю что все как-то так друзья далее нам надо приготовить бульон это собственно говоря и будет основа для супа фо смотрите имбирь после того как я его обжарил мы его почистили пахнет вкусненько лук шалот тоже ну все остальное не чистили отправляем в водичку курицу бульон будет очень наваристый и вот эти вот все ингредиенты имбирь лук шалот бадьян корицу корочку лайма листики лайма и кинзу варим бульон следующим образом не буду показывать как мы варим бульон я думаю что никого из зрителей учить не надо но вкратце расскажу доводим до кипения когда будет закипать уменьшаем нагрев до минимума ждем пока закипит два-три раза собираем пену пока она перестает перестанет полностью собираться на бульоне и потом варим после этого 45 минут и по окончании как у нас будет готов бульон мы продолжим минут за десять до готовности не забываем посолить бульон солим по вкусу примерно вот пол пол столовой ложечки ну так лучше бульон попробовать чтобы не был ни недосолен и не пересолены лучок который у нас был приготовлен для заправки вместе с зеленью порезали полукольцами тоненькими и зальем водой чтобы он отдал сок и ну такой стал более мягкий опять же таки за 10 минут до готовности бульона отправляем холодную воду именно в холодную рисовую лапшу и доводим до кипения варите и не надо а именно довести до кипения включаем нагрев и ждем пока закипит бульон готов извлекаем из него всю курицу на отдельную тарелочку на другую тарелочку извлека извлечем все специи которые варились бульоне они нам больше не понадобятся получился очень наваристый а главное невероятно ароматный бульончик отставляем его в сторону и займемся курицей пока варится лапша подготовим курицу отделяем мясо от костей мясо хорошо развалилась естественно его можно разбирать вручную нарезаем мясо на продолговатые кусочки примерно размером ну не знаю сантиметр на два три сантиметра то есть такие чтобы было удобно положить супчик в это время наш дегустатор следить за тем что мы делаем сейчас все лариса будут комментировать что нельзя кошку со стола кормить но друзья кошка наш член семьи и кормить ее состава можно до грудинку разбираем тоже вот так вот по волокнам на кусочки лук подготовим следующим образом отделяем белую часть от перышек и перышки нарезаем меленько где-то миллиметров по 5 котейка тоже сидит в ожидании супа фо она его очень любит белую часть луковицы следует раздавить вот так вот чтобы она была более ароматная и разрезать так чтобы она в супе ну как сказать было более мягенькая и быстро распарилась рисовая вермишель готова вода начинает закипать и пробуем ее чтобы она была мягенькая и легко рвалась то есть ее не надо варить и и вот именно доводим до кипения причем очень важно не переварить иначе она превратится в неприятное такое месиво отбрасываем вермишель на друшлаг и хорошенько промываем большим количеством холодной воды тут ключевое слово хорошенько потому что в рисовой вермишели большое количество крахмала чтобы она не сделала наш суп впоследствии мутным чтобы у нас суп суп должен быть прозрачный по он но такое же как слезинка теперь можно приступить к формированию порции закипевший бульон но как бы он у нас закипел мы его выключили а сейчас опять поставили на огонь чтобы он бульон должен быть кипящий кипящий бульон бросаем порционно лучок теперь опять же таки порционно лапшу рисовую вот так вот в друшлячке начинаем прогревать в кипящем бульоне вообще когда вы смотрите когда это делают вьетнамцы прямо на улице или в уличных кафе это целое такое шоу это представление они эти друшляки подкидывают вермишель это вылетает в общем все очень красиво конечно мы так не сделаем разогретую вермишель и отправляем уже непосредственно в тарелку для употребления ну вот я взял конечно такую тарелку не съем но для наглядности чтобы вы понимали как это подается далее замоченный лучок куриное мясо опять же таки помещаем в тарелку порционно и зелень заливаем все это бульоном не забыв зацепить вот этот вот лучок который мы запарили мы его раздавили для того чтобы он стал мягенький то есть он сейчас быстро запарился и получается что лук у нас не будет хрустеть супе а будет мягкий вот такая красота у нас получала получается за счет специй друзья запах у этого всего просто невероятный но вот реально запах вьетнамской вьетнамского кафе в котором мы кушали суп фо очень вкусно в любом даже самым захудалом вьетнамском кафе из подачи супа фо вам устроят целую церемонию подадут кучу всяких добавочек кучу соусов здесь еще не хватает одного очень важного ингредиента которые всегда подают к супу фо мы к сожалению не смогли его купить у нас это проросшие бобы ростки бобов но зато у нас есть зелень которая просто рвется руками и в нужном количестве отправляется в суп обязательно сахар вьетнамцы едят все очень сладкое и суп в том числе немножко чеснока и немножко острого перца у получилась не немножко вам подадут ложку и самое интересное вам подадут палочки потому что без палочек вы с этим супа супом никак не справитесь и вот тут начинается представление как я говорил палочками а пользоваться не умею вот таким вот образом извлекаете лапшу друзья это настолько божественно он настолько вкусный такие непривычные для нас сочетание вкуса и аромата с палочками конечно у меня палочками едим лапшу а сам суп ложечкой супчик просто пальчики оближешь конечно это не может для нас быть повседневным блюдом но иногда побаловать себя вот таким вот вьетнамским супом поиграться поучиться вообще смотри смотрел как вот вьетнамцы камбоджийцы китайцы как они с этим справляются они на нас смотрят как на дикарей ну для меня конечно эти палочки остаются тоже высшей математикой когда когда нет ничего другого под рукой когда у тебя есть только палочки а кушать хочется то понятно что как-то там каструбатенько пытаешься зацепить особенно прикольно есть рассыпчатый рис это вообще целая истерика вроде бы набрал риса пока донес до рта уже лиса нету друзья я думаю что среди зрителей нашего канала есть очень много людей которые умеют пользоваться палочками попробуйте приготовить вьетнамский суп фо вам реально очень понравится это очень необычное блюдо но как я говорил уже повседневным быть не может но мы очень хотели с вами поделиться этим рецептом если есть какие-то вопросы или замечания пожалуйста в комментариях всегда буду рад подписывайтесь на канал ставьте лайки а мы с ларисой готовим для вас сырые колбасы нас от наша основная тема я не готовлю несколько новых ликеров для вас также поэтому оставайтесь с нами пока